А сейчас наш хваленый сегодняшний король, после Владимира Николаевича, конечно, Максим Оркиш, который сегодня нам очень помогает и в организации, и на лоштунках. Он уже участвовал и в квартирнике, и присутствующий на всех концертах, и я надеюсь, мы его еще услышим. Он очень талантливый человек начал писать свои песни, но все они чем-то похожи, как на меня, на Агату Христ, да, Максим? Обязательно! Любимая хупа Максим Оркиш. Ось, и он помогает нашим музыкантам записывать альбомы, всякие, я не очень понимаю, всякие вот эти симпли, еще что-то. Короче, накуплял собі всяких штучек 14-х, и тут приходит, и с радостью, и с великими очами вбегает, и начинает сразу спевать и танцовать. Это Максим Оркиш. Давайте вернемся до ЦОЯ, потому что он там налаштовывает все свои штучки. Вернемся трешки до ЦОЯ. Я это не могла пропустить, я, ну, риготала, скажем так. Хотя, может, это не очень так доречно, но это ЦОЯ, это не я. Вернемся трешки до ЦОЯ. И ЦОЯ был очень хваткий, и как каждая талантливая человек. ЦОЯ очень хотел попасть в Москву из своих квартирников в Санкт-Петербурге. А Риженко же его спросил, чего вы так хотите побачить в Москве? Что вы там хотите побачить? Он сказал, как радостный господарь. ЦОЙ с посмешкой ответил, я тут просто падала, в ялену людину. Когда Риженко спросил, что это такое, ребята объяснили, что там у вас, на Красной площади. Я тут, вы таки чули? Все, в цьому весь цой. Макс, ну шо, у меня же репертуар все закинчився. Листика, о, Саша. Саша, я понимаю, что ты, конечно, у нас бессмертный собиратель всех альбомов и все. Но упора, ты ж с упором не шуми, ты ж знаешь.